Мотоциклист, увидев маленького котенка на трассе, немедленно остановился и начал тормозить другие машины, чтобы спасти беззащитное животное. Девушка на мотоцикле тоже не осталась равнодушной и унесла котенка с оживленного перекрестка. Она перекрыла своим мотоциклом дорогу другим машинам и передала испуганное животное женщине, стоящей на тротуаре. Побольше бы таких людей! Этот случай произошел в моем родном Ростове-на-Дону. Маленький котенок хотел перейти дорогу, но ему было очень страшно, он не хотел попасть под машину. Оказавшийся рядом велосипедист заметил его и не остался в стороне. Несколько раз посмотрев это видео, я не понимала, откуда взялся котенок в центре перекрестка, ведь его там не было. Потом я поняла, что он цеплялся за автомобиль Mitsubishi Outlander. Видимо, когда машина стояла, он залез под нее и сидел возле теплого двигателя. Но когда она поехала, ему было трудно удержаться, и когда его силы иссякли, он упал на дорогу. Но то, что происходит дальше, вызывает огромное уважение к водителю КамАЗа. Он остановился, подобрал бедного малыша и увез с собой. В Китае котенка пришлось спасать не с дороги, а с крыши. Дети придумали, как его оттуда достать. Они раскрыли зонтик, перевернули его и начали дожидаться, пока котенок туда запрыгнет. Все сработало, как и планировалось, и маленький пушистый комочек был спасен и доставлен на землю. Любопытные животные любят совать свои носы куда попало. Двух козлов, видимо, одновременно заинтересовал бидон, и они засунули туда свои головы. Возможно, там было что-то очень вкусное, что привлекло их, но вот выбраться оттуда самостоятельно им не удалось. Повезло, что хозяин оказался рядом и максимально аккуратно достал их. На этом видео в помощи нуждался маленький жеребенок. Его семья перешла дорогу, и взрослые лошади без проблем перешагнули отбойник. Но он был слишком низкого для этого роста. Проезжавший автомобилист оказался неравнодушным и помог бедняжке. Он взял на руки жеребенка и перенес через ограду. Двенадцать утят провалились в люк и находились там до приезда спасателей. На протяжении всего времени рядом с люком была мама утка, которая наблюдала за тем, как достают ее детей. Все были спасены и в целости и сохранности переданы маме. Похожий случай произошел и в Словакии. Там из дождевой канализации спасатели достали шесть утят. Мама утка также ждала рядом и наблюдала, а по завершению спасательной операции спокойно уплыла с ними по реке. Утята на этом видео никуда не проваливались. Они просто не могли запрыгнуть на бордюр, чтобы идти следом за своей мамой. Гулявшие рядом девушки помогли утятам преодолеть это препятствие. Гуляя по берегу в Намибии, мужчина обнаружил дельфина, выброшенного на берег. Он, не задумываясь, кинулся к нему на помощь, взял на руки и отнес в воду. Оказавшись в воде, дельфин уплыл. Еще одно видео спасения дельфина попало в сеть. Семья искала место для рыбалки. И неожиданно они увидели детеныша дельфина, которого волнами выносила на мель. Его прибило к берегу, и он никак не мог выбраться. Отец семейства отнес малыша в воду. Но он был так слаб, что его снова выносило на берег. Тогда его занесли чуть поглубже, и ему, в конце концов, удалось поплыть. Байдарочники, базирующиеся в Намибии, запечатлели свои спасения детенышей тюленей, на которых были куски сетей. Они ловили их либо руками, либо с помощью специального мешка. И освобождали от сетей, мешающим им нормально жить. На видео сняли только некоторые спасения, но я уверена, что их было намного больше. Часто поведение животных схоже с поведением людей. В интернет попало видео, где белка, стоя на задних ногах и держась передними за бутылку, пьет воду прямо из нее. Это произошло в Гранд Каньоне в США. Там было безумно жарко, поэтому девушка помогла белочке утолить сильную жажду. Рогатым животным рога нужны для защиты, нападения, терморегуляции и даже демонстрации статуса. Но иногда они приносят неудобства их владельцам. Во время пробежки по лесу мужчина и женщина увидели барана, зацепившегося рогом за дерево. Мужчина бросился помогать животному, а женщина решила снять все это на видео. Собака, хоть и не обладает рогами, но сумела запутаться в тенте во дворе дома. Соседи вызвали полицию из-за визгов собаки. Когда полиция прибыла на место, один из полицейских перепрыгнул через забор и начал освобождать животное. Через несколько минут разрезания тента он достиг своей цели, вызвав радость собаки. Она даже бросилась к нему с объятиями в знак благодарности. Осматривая двор, женщина заметила лису, застрявшую в сетке, и вызвала работников фонда помощи дикой природе. Сначала лиса была настроена агрессивно и кусала за руки своего спасителя, но тот был подготовлен и надел специальные перчатки. Под конец операции животное сидело спокойно, что значительно облегчило работу мужчине. Данное видео тоже связано с лисой, застрявшей в сетке. Катающиеся по холмам байкеры заметили лису, которая как-то зацепилась и застряла в проволоке от забора. Они быстро приступили к ее освобождению. Командная работа и некоторые инструменты помогли освободить лису за короткое время. Большое количество ежиков погибают под колесами автомобилей при пересечении дорог, но только не этот. Видео снято в России, недалеко от города Калуга. Мужчина ехал по дороге, как вдруг заметил ежика, переходившего проезжую часть. Как и другие неравнодушные люди из этого выпуска, он помог животному. Остановился, перенес ежика на другую сторону и со спокойной душой поехал дальше. Как вы знаете, птицы не могут летать, когда их перья мокрые. Видимо, во время охоты этот орлан не рассчитал и попал в воду. Его подняли на лодку, чтобы он мог отдохнуть и высушить свои перья. Пернатый попытался один раз взлететь, но его перья были еще слишком мокрые, поэтому ничего не вышло. Тогда человек вернулся к берегу и выпустил на сушу этого бедолагу. Почти идентичная ситуация произошла и с этой скопой. Рискуя своей жизнью, девушка решила протянуть весло помощи этой птице. И та с удовольствием им воспользовалась. Забралась и своими острыми когтями села прямо на пальцы этой смелой девушки. Птица все никак не собиралась улетать, а у девушки уже даже слегка шла кровь из пальцев. Поэтому скопу пришлось немножко подтолкнуть и она успешно улетела. Об этом поступке никогда никто бы не узнал, если бы он не был снят на камеру видеонаблюдения. Выходя из магазина, девушка заметила бездомного пса, лежащего у порога и мокнущего под дождем. Недолго думая, девушка сняла с себя шарф и накрыла им замерзающую собаку. Вот это по-настоящему добрый и искренний поступок. Я уверена, что все когда-то помогали животным и даже спасали их. Напишите в комментариях свои истории помощи животным. Ставь лайк, если считаешь, что все эти люди поступили правильно и ты на их месте сделал бы то же самое. Скоро я выложу видео про спасение китов, поэтому подписывайся на канал и включай уведомления, чтобы не пропустить. С вами была Марго, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok